Как заставить себя, если вообще не хочется работать? То есть эта проблема, она возникает у людей, которые очень много работают, ну, непосредственно своей головой. Потому что, да, вот есть группа людей, которые просто, да, там меняют свое время на деньги. Вот эта каста людей, она никогда не будет понимать таких, как мы с вами. Там они всегда, что там какой-то хуйней страдают? Там то по психологам ходят, то там по коучам, то курсы, блядь, какие-то, то еще что-то. То есть, ну, мы всегда для них будем, ну, там, белые вороны, там, какие-то обезьяны. Потому что у них в их мире все понятно, они обменяли время и энергию на результат. Да, там все, они устали, они легли спать. Они устали, они ушли с работы. У нас же с вами не так. Мы приходим домой, работаем еще дома, ну, например, да, там, либо, наоборот, засиживаемся там в офисе. То есть, ну, мы устали, но мы делаем. И у нас с вами случается такое, что, блядь, все, ну, не могу я работать, ну, не могу. И эта штука, она абсолютно у всех людей, кто хотя бы кончиком языка, ну, коснутся своих амбиций, да. Проблем здесь нету, психологу ходить не надо, прорабатывать отца мать не надо, у вас ни СДВГ, ни биполярка, это другое. Очень часто мы говорим, не хочется работать, но допускаем одну оплошность. Хочу — это ресурс. Мы сюда с вами, в текущую точку, дошли не на хочу, а на больше на до. И вот сейчас даже надо село. Давайте посмотрим в неочевидную сторону. Мы, бывает, говорим себе, блядь, вот что-то такого вот хочется, вот что-то хочу, ну, не знаю, что-то, может, что-то поесть, посмотреть, что-то погулять. Вот что-то хочу, но не могу понять, что хочу. И вот тут нужно переформулировать эту штуку, это предложение, этот вопрос к себе, запрос к себе. А ответить себе, а что мне, блядь, сейчас нужно? Именно нужно, важно, блядь, нужно. И вот когда мы себе отвечаем, а что мне важно, и вдруг удивительным образом мы понимаем, что мы не отдыхаем, у нас нормально плохой рацион, у нас много энергии, но мы ее не тратим, да, у нас нету двигательной активности. И мы с ужасом обнаруживаем, что в нашей жизни мало полезного в целом. Работает понятно, работает всегда круто, работает не рабство, работа — это благородный инструмент достижения своей цели. Мы не делаем полезного и важного для себя. Возможно, тебе нужно съездить в отпуск, возможно, тебе нужно поработать, например, с другой точки мира. Возможно, тебе нужна коммуникация с какими-то новыми, необычными людьми, либо людьми с такими же проблемами, как и вы, но которые уже их решают. То есть, да, впечатления. Вот многие люди думают, что там впечатление только что-то вау. Но вау может быть разное. Вау может быть от обучения, вау может быть от понятого нового опыта, вау может быть от человека. То есть, это высшая форма впечатления. Вот есть низшая форма впечатления, да, там сериалы, Инстаграм, Ютуб. Есть впечатление более высокого порядка — это получение нового опыта. Заметьте, вот вы когда там встретились с каким-то человеком, познакомились с каким-то человеком, который там, ну, реально там в чем-то молодец, вот ты его послушаешь, ты узнал от него что-то, ты такой, ух, блядь, классный чел. Заметьте, мы же не хотим же после коммуникации с этим человеком идти веселиться. Мы хотим подумать, посидеть, что-то поделать. Это очень интересная мысль. И вот тут, ребят, вам нужно понимать такую важную штуку. Все, что мы можем делать, мы делаем. А на важное у нас с вами нету сил. И тут нам нужно понимать, да, то есть, ну, от чего это все еще идет? Опять же, у нас мало, во-первых, полезных дел для себя, да, те дела, которые дадут нам профиты, да, там через 3, 4, 5, 6 год, да, по времени. И второе, мы не понимаем то, что не только тело имеет ресурс, но и психическое, да, наша зона. Она также состоит из элементов. То есть она также состоит из ресурсов. Там тоже есть разное. Есть фокус, да, вот, например, ресурс психики. Он отвечает за вектор вашего движения, за видение вашего вектора. Есть внимание, это когнитивный наш ресурс, который отвечает за мышление, постановку целей, составление планов, прописание стратегий. Ваша психика — это сумма определенных ресурсов. И наша с вами задача — понимать, как они работают. Если вы хотите понимать, как устроена ваша психика и из чего она состоит, я вам крайне рекомендую пройти мой хотя бы двухнедельный курс, да, ресурс психики. То есть из чего она состоит, чтобы немножко разбираться. То есть он недорогой, он стоит 10 тысяч рублей. Перейти и ознакомиться вообще с ним в целом вы можете по ссылке в шапке канала. Давайте маленький итог. То есть сегодня не будет конкретных и точных рекомендаций. Тут вы уже сами должны для себя сформировать правильный вывод и, самое главное, правильные действия. Если я не хочу работать, значит в вашей жизни мало полезных для вас дел. И вот полезные для вас дела, заметьте, да, это те, которые будут давать профи через, ну, не скоро. Их нужно делать не через «хочу», а через «надо». Вот их сделаете через «надо», а потом работа будет делаться вполне нормально. Отвечаем, да, себе вот. Вот если мы загоняемся вопросом, блядь, не могу работать, вот что-то хочу, не могу понять, что хочу. Опа, отловили. И вот в этом состоянии идем разбираться. А что мне полезно? А что для меня важно? На «полезное» — это же самопрограммирование. Наша психика, она всегда будет выделять нам ресурсы. Потому что польза — это про жизнь. А задача, да, нашего мозга — это чтобы мы выжили как можно дольше. Там, поставили потомство, там, и прочие штуки, да, на биологии. Нужно научиться смотреть в эти вещи. Если хотите в этом разбираться лучше, подписывайтесь на мои социальные сети. Приходите, проходите мои курсы и мастер-классы. Я надеюсь, что это видео немножко позволило вам посмотреть с другой стороны. Посмотреть на то, что вы откладываете важного для себя. Не для работы и бизнеса. Повторюсь, это проекты. Их в жизни будет большое количество. Себя. Ребят, акцент сейчас нужно делать на себя. Все. Когда вы дошли до той точки, что, блядь, не могу себя заставить работать, это динь-динь, звонок того, что, дружок, на важное для себя ты забил хуй. Нужно чинить. На сегодня у меня все, дорогие друзья. С вами был Журман Иван, Life Mentor. Рад был вас сегодня видеть. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои социальные сети. Ставьте лайк этому видео. И до новых встреч.